Всем привет, ребята! И мы приехали в Минск. Мы думали так, что вы не узнали, как называется этот вокзал. Чигуночки в Акзеи! Беловежской пуще, словно в хип-хоп гуще. И ты, пруще, слабозавуще. Ты картофель поел, почти не вспотел. Из города Минск еду в город Минск, почти как из бредов в город Челябинск. Хочу увидеть зубра, чтобы стать мудрой. Уловишь, в этом тексте подлю, скажу. Давай три. Я тебя люблю. Еще три. Я тебя люблю. Еще три. Получилось? Немножечко сдвинули земную ось. Итак, проведем небольшой рум-тур по гостинице Беларусь. Три звезды. Итак, тут у нас туалетик, который звезд с неба не хватает. Ну, чистенький, уютненький душик. Такой, короче, ну да, окей. А что вы хотели за 11 тысяч рублей за две ночи? Значит, комнатка маленькая. Совсем-совсем маленькая. Это тут у нас Яша. Это тут у нас Маша. Значит, кровать. Яша на кресло-диван. Это тут у нас маленькая. Наши вещи. Яша перекусывает дранниками. Че, как тебе дранники? Нормально. Нормально. Значит, тут у нас рабочее пространство. И телевизор в стиле видения. Зато вид, шикарнейший вид. На реку... Как ее там? Свилыч? Свилыч. Свилыч. Шикарная. Вообще, абсолютно открывается картина. Сейчас мы перекусим и пойдем гулять. Линия жизни, линия бикини, линия Сталина. Самая то на 23 февраля. Гродно, Витебск, а также Брест. Белые русские, вы настоящий бест. Жест мой видит бармен, готовит белые русские. Мой тип мышления достаточно узкий. Белый, красный, белый, как говорили в Пруссии. Зачем Литва лучше ехать в Беларусь? Белый, красный, белый, как говорили в Пруссии. Зачем Литва лучше ехать в Беларусь? Когда не хочешь, чтобы тебя беспокоили с белоками с работы. Хорошо у нас в артиллерийском доте. Литва, Литва. Кому? Кем? Павлик, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Хватит занимать туалет. Еще пять минут. О, тут все, видите, какой берет Лего. Так есть. Это не русский гус, а белорусский бусил. Это не Гала, а Белла. Она увидела, шагала. И сразу отлетела. Он схватил ее в охапку, как колось с еджей. Она боялась щекотки, он и морял на ржи. Это опасно, пролетая над собором святой Варвары. Два шпыли на каждой из глюбленных манеки. Если устала, она сияла. Так называемый пулеметный бронеколпак. Поскольку это польская вариация этого долговременного огневого сооружения, то называется он сшит колпак, да не по-колпаковски. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-а-так-а-так, говорит пулемет. Все равно я все перепела. Ничего это не видно. Как можно было вообще видеть? Очень хорошая коллекция танков здесь. Обратите внимание на танки ИС-3. Названы в честь великого вождя советского народа Иосифа Сталина. Очень символично, что на линии Сталина есть танк, названный в честь Сталина. А это Яша. Я на телевизор. А я не знала, что Сталин ел в красаву. Бузи решил самый центр Европы. Лунинец, столица истоков хип-хопа. Добраться туда можно, даже автостопа. Также можно обновить свои гардеробы, Купив знаменитый белорусский трикотаж. Из Беларуси привезти можно любой багаж. В августе еду в Беларусь, может не вернусь. На БелАЗ заберусь, непротно умчусь. Место полевых жен у полевых кухонь. Грусть отступила на белорусской земле. Я в Беларуси на веселе. Я в Беларуси на веселе Я в Беларуси на веселе Грус отступила Грус отступила Ребят, я узнал, как по-белорусски приятный аппетит Это смачно есть И смачно пить Это вкуснее, чем это Минск Минск Пипинск Город вкусный Очень необычно воспринимать суммы сначала А потом привыкаешь И совсем не чувствуется, что это за границей Ну нормально, я сказал Полное предложение А, полное предложение Это ворота Минска И уезжая из Минска, мы обещаем ими не хлопать И где ты будешь какать сейчас? И где ты будешь какать сейчас? Ворота Минска Продолжение следует... Продолжение следует...